Всем привет! Меня зовут Константин Краснобайев. Я занимаюсь мужскими стрижками уже около 10 лет. И сегодня я расскажу вам, как же подстричь бороду в домашних условиях. Итак, для начала рассмотрим, что же нам потребуется. Первое, что нам нужно, это расческа. Второе, обязательно нужна машинка. Машинки бывают разные. Можно взять обычную машинку. У нее всегда в комплекте идут несколько насадок от 1,5 мм до 2,5 см. Соответственно, средняя классическая борода – это ретировочный сантиметр. Дальше, что нам может еще пригодиться? Может пригодиться триммер, если у вас есть триммер для бороды. К нему также идут несколько насадок. И не обязательно иметь и то, и другое. Можно справиться одной машинкой, либо одним триммером. Дальше, чтобы сделать бороду более чистой и убрать короткие волоски, можно использовать Т-образную бритву, либо использовать электробритву. Они бывают разного формата электробритвы. Такие маленькие, бывают электробритвы большого размера, с двумя сетками. Она более мощная, сетка более крупная. И она работает тема много быстрее. Чтобы доработать, дошлифовать бороду, можно еще использовать ножницы. Обычные ножницы, какие-нибудь бюджетные ножницы, можно купить в магазине для парикмахеров, для начинающих парикмахеров. Можно там с обычными пластиковыми ручками, чисто для домашнего применения. Итак, начнем. Для начала мы берем машинку и выбираем длину, которая необходима для бороды. Берем насадку. В моем случае это 13 мм. Каждый выбирает под себя. И начинаем брить. Прошлись по бороде максимально в разные стороны, потому что волосы на бороде растут очень хаотично и непорядочно. И нужно проходиться и сюда, и сюда, и наверх, и вниз. Соответственно, только после этого мы полностью снимем равномерно всю длину. Усы, в принципе, трогать не обязательно, потому что для усов это достаточно большая насадка. Далее переходим к усам. Для усов можно выбрать насадку 3 мм. Ее будет достаточно. Вот насадка. Вот, вверху машинку. Также можно захватить вот эту часть. Усы мы выровняли. Далее делаем окантовочную линию. Ее можно сделать как машинкой, что не очень удобно, но так как это более бюджетно, соответственно, можно снимать длину и проходиться по окантовке с помощью машинки. Вот, сейчас покажу, как это делаем. Над губой аккуратно. Можно расчесывать атаку. Сделаю здесь окантовочную линию. Здесь окантовочную линию. И на шею снизу сделали. Вот эти места сильно искажать нельзя. Нельзя вытягивать шею нежелательно, потому что, если вы вытянете шею, делаете себе линию, а потом вернете на место, соответственно, линия может вот здесь вот пойти не очень ровно. Потому что сначала вы растянете кожу, она будет более искаженной, а потом вернете все на место. И вы потеряете ровную линию. Потому что можно взять боковое зеркало, первый раз посмотреть, как линия проходит лучше. Я это делаю уже на охотчик. То есть приблизительно я понимаю, как она должна у меня проходить. Ну и, соответственно, с другой стороны тоже самое. Эти манипуляции легче делать, конечно, триммером. Он оставляет меньше волос. Соответственно, дальнейшая доработка будет немного проще. После снятия основной длины триммером. Я рекомендую покупать триммер с насадками. Он более детально работает и оставляет меньше щетинок. Конечно же, вам надо решать, какую линию окантовки, на какой высоте делать. Но рекомендуется максимально, естественно, рост оставлять. И если вдруг убиваются какие-то волоски, почему я здесь оставил рост? Потому что здесь заканчивается максимально густой рост волос. Дальше он уже начинается редко. Я его сбриваю. Ну и плюс линия фигула. У нас идет шея и подбородок. Соответственно, здесь то же самое. Я здесь опускаю на такую высоту, чтобы убрать все некрасивые голосы, которые уже растут хаотично и не густо. В этой части прорабатывать тоже индивидуально. Кто там вот эту часть полностью убирает, срезает и сделает полностью пустое выбритое место. Как вы видите, триммерам сделать намного удобнее и более эффективнее. Можно доработать какие-то места. Форма бороды почти готова. Осталось сделать ее более аккуратной. Итак, мы используем электробритву. Она меньше вредит коже и делает более качественный результат. Но нужно ей правильно пользоваться. Электробритва устроена таким способом. У нее есть сетка, в которую попадают короткие волоски. Соответственно, внутри сетки, за сеткой, входит нож, который плотно прилегает к сетке. И когда волосы попадают в сетку, она их срезает. Сетка максимально тонкая. И, соответственно, если вдруг электробритва попадает на длинные волосы, то она не срезает их. Она работает только с короткой щетиной. Вот, пожалуйста. То есть, конечно, усы достаточно короткие. Она может их захватить. Поэтому возле усов работаем более аккуратно. И задаем вот эту линию. Более четко. А здесь она не снимет ничего лишнего. Она снимет только то, что было подстрижено триммером. Здесь тоже прорабатываем аккуратно, чтобы не задеть волосы на усах. Далее переходим к шее. В этих местах я тоже не боюсь стричь, потому что лишнего эта электробритва не снимет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова То же самое можно сделать обычным станком. Просто станок, когда вы начинаете брить, прикладываете сверху и проходитесь вот этой стороной по краевой линии, которую вы задали. Вот таким образом. Не доходя до конца, не доходя до усов, чтобы их не срезать. А потом от усов ставите станок и идете в эту сторону. Обратно. В некоторых случаях можно пройтись еще сверху вниз. И вот сюда. То же самое делается с другой стороны. Сначала проходите вот так вот, потом проходите вот так вот, а потом можно пройтись до чистоты вот сюда. То же самое делается с шеей. Сначала проводится все от бороды к низу, чистится, потом наоборот. Подчистили, линия у вас будет сохраняться. Главное не заходить за нее. Изначально задать линию от бороды. Чтобы сделать бороду еще более аккуратной, мы можем использовать ножницы. Но для начала ее можно рассчитать. Взяли ножницы в руку и начали шлифовать. Просто убираем те волоски, которые выбиваются из основной массы. Если вы хотите отрасти большую бороду, соответственно, не нужно снимать под насадку ее, нужно просто взять ножницы и пройтись по ней, убрав все торчащие волоски. Вы не снимите длину, сохраните объем и борода будет расти. Соответственно, это можно делать каждые две недели. Волосы будут убираться лишние, но длина при этом будет продолжать увеличиваться. Все. Борода готова. Все аккуратно. Контовочка сделана. На бороду можно нанести какой-то увлажняющий крем. Ну, во-первых, на кожу, чтобы чуть-чуть смягчить и чтобы не было раздражения. Во-вторых, сама борода станет немного мягче и за счет этого она будет более послушной. Берем крем, растираем его на руках и наносим на бороду. Сделаем легкое увлажнение. И нужно походить минус пять. Оно все впитается и ничего не останется. При этом крем выступает для бороды как легкое укладочное средство. То же самое можно сделать специальными маслами, которые предназначены для бороды. Итак, сегодня мы научились делать город в домашних условиях. С вами был Константин Криснобаев. Подписывайтесь на мой канал. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok